Добрый день! Я хочу рассказать о боге Сканде. Кто он такой? Это бог индуистского пантеона и буддистского. Он входит в оба. Ну, в общем-то, это неудивительно, потому что Будда – это тот же Вишня. Поэтому удивляться, но не всех богов он приглашает. Это предводитель войска богов, он же воин, он бог войны, но он же и покровитель воров. И покровитель брахманов. У него есть еще дополнительные имена. Махасена, Гуха, Супхмания – это дружественные, вот и есть, барахмана. И Шаравана, но это нам не обязательно совершенно запоминать. И многие к нему обращаются как к Артикея – предводитель небесной рати. Ну, мы возьмем самое короткое и наиболее, как это, к кому я обращаюсь – это Сканда. И гораздо легче для нашего уха звучит. Считается, что он шестиликий бог войны, но это вы опустите. Это религиозные маски, это сын Шивы и Парватия. То есть это вы тоже не принимаете, это религия. Но сам смысл, что он совмещает в себе удачу и разрушение, что очень нужно для войны. Он решительность и смелость. То есть у него чистый такой Марс. Он борется против неправедных, он их сокрушает. Он, значит, стратег, если военачальник и тактик великий. То есть он может выстроить эту линию. И при таком Марсе он обязательно еще имеет добычу, естественно, и добывает богатство. В войне богатство добывается, или это война на разорение. Но самое главное – он борется с невежеством. Даже сперва не со злом, а с невежеством. Он бог знаний. Он наделен величайшей силой и мудростью. Воспитали его плеяды. Считается звезды семь. Звезд Дева. Если вы помните, в плеядах и находится звезда слез Альциона. Что тоже указывает на его характер. Что за знание человек платит слезами и горестью. И война тоже приносит горести и несчастья. Его звезда Альциона. Звезда, когда все заканчивается слезами. То есть за мудрость человек платит очень сильно. Он также может пожертвовать собой. Он самоотречение. Как и истинный воин. Воины жертвуют собой, идя на войну. Это честь, это мужественность, это сила, это праведность. Он очень храбрый. Он очень целеустремленный. Он владыка йогов, развеивающих тьму. Причем йогов тут можно понимать и по-разному. И змей. И впрямую он исток йоги. То есть когда вы ищете в йоге каких-то знаний, его исток именно сканда. Война и решимость. И в общем-то йога, она связана путь к духовному через тело. И для его свойства войны и Марса это очень характерно. Он с солнцем развеивает ум, уныние и отчаяние. То есть он приходит на помощь и протягивает вам руку. То есть он может вашу безысходность развеять. Я уже говорила, ритуалы от безысходности самые сильные. И самое тяжелое это развеять безысходность. Это тупик. Вот у человека есть в жизни тупик. Все, он обречен. Это безысходность. И не важно, банком он там обречен или еще что-то. А вот чтобы это развеять, я не могу сказать, что это быстро. Но сканда это умеет. Он также сердца зажигает радостью и счастьем. И да, он впрямую считается покровителем планеты Марс. Такой же, как Рес. Но прежде всего он побеждает невежество. Он жаждет убрать вот эту грязь, грубость, нищету из душ. Помогает возвысить сознание. То есть это такой Марс, который вам прежде всего помогает идти путем неким Отшельника. Он еще из карты Отшельника связан. Но в том плане, что он вам идет помогать по вашему духовному пути, по лестнице восхождения вверх. Это именно ваша карта Отшельник. Ему же подчиняется Огонь. И на это, естественно, Марс это и есть Огонь. И он считается первый исток, рожденный в Огне. Как Сын Огня. Вечно Юный. То есть может вам подарить вечную юность. За молодостью тоже к нему обращаемся. И блистающее словно Солнце. Но это не здесь. Солнце у него тоже есть обязательно. Почему? Потому что развеять. Он так и считается. Солнце развеивающее тьму, вот этой безысходности, уныния, отчаяния в душах. У него еще и дар Солнца очень силен. То есть он может осветить вам всю ситуацию. С невообразимой мощью. Один из первых перворожденных, то есть самых лучших, самых избранных, в общем-то самых могущественных. К самому верхушке пансиона принадлежащим. То есть у него Солнце, у него Марс, у него познание карта отшельник, у него карта колесницы, говоря языком Таро. Солнце с колесницей, да, это обязательно материальный успех вам даст. Он равно связан и с материальным успехом, и наоборот. Что человек уходит прямо в отшельники познавать как йоги. Познавать этот путь, у него два пути, я бы так сказала. И каждому человеку он отводит свой. Кому дает знания, кому победа, успех и богатство. А кому жизнь под Солнцем, ясным и безоблачным, безопасность. А кто-то должен идти к терниям, собирая знания. То есть кто-то идет путем йоги, кто-то прямым путем бизнеса или войны. И тоже такое есть. Это все он. И все считают он исключительная справедливость. И даже его тайна рождения, его считается. То, что сын он Агни, то сын Рудры, сын Ганги. То есть это у него морок, он очень сильный. В Рамаяне сказано, что он сын Агни и Ганги. В Ахабхарате сын Шивы и Парвате. В общем, он везде, как это, рождение бога войны считается. Везде это его дар морока всего лишь. И никаких противоречий нету. Потому что рождение это условно. Это какими свойствами, чтобы еще дополнительно описать, он обладает у нас. И считается, что при рождении он насточал такой огонь, что Агни даже и в него не мог выдержать. Отнес к Ганге. И Ганга его перенесла на священную гору. То есть у него еще дар воды есть. Он сиял светом. То есть солнечный огонь, огонь и солнцем. Очень сильная. Поэтому Агни чистый огонь. Это огонь и солнцем. И к нему являлись потом великие мудрецы. Он сказочно красив. Значит, он бог красоты тоже. Бог юности и красоты. Смотрите, сколько в нем бесконечных свойств. Бог мудрости, бог знаний. Бог красоты. Бог войны. Бог справедливости. Бог чести. Победы полководец, герой. В принципе, когда он рождается у Шива, говорится, что он на третий день взял лук и стал стрелять. Никаких противоречий нет. Потому что в одном рождении описывается его дар солнца и огня. А во втором его дар войны и способность разрушения. И лук это его символ. То есть на символ лука к нему можно обращаться. Даже сделать самим из ветки дерева и принести в дар его символ лук. Так что никаких противоречий тут нет. Просто это описывается, как рождались свойства. Чтобы очень сложно в одном и том же боге людям подположить, что у него такие разные свойства. Но чем больше мы разбираем, тем больше понимаем, что у них очень много свойств. У верховных, у высших богов. И они очень переплетены. Это нормально. Его имя еще значит податель даров. То есть он как бог солнца, он с подарками, естественно, связан. И с детьми тоже. Его наиболее известные имена, глухо, скрытые в сердцах. Это намек на вот этот путь познаний вашего сердца. И чтобы оно не горевало, успокоилось. То есть отшельники, в общем-то, отрешаются от эмоций. И само сканда, слово, значит «изливающий свет». Махасена, командующий великий армии. Кумар, вечно юный. И он в рамаяне описан как великий герой. Солнечно-глазый. Великий бог. Герой-победитель. То есть, как видите, у него очень много возможностей. Кстати, я нашла подтверждение. Вот вспомнила. Называет вам в Хабхарате его отцом детей. Вот вам, что у него сильное солнце, я сказала сразу это, даже не зная. Этого индейцы, кстати, очень неплохо описывают свойства. Это связано с его даром солнца. И прежде всего его зовут даже часто лучшим из всех богов. Как ни странно, сосредоточием света, знаний, духовности. Я уже сказала, вот путь йоги – это сканда. Это отречение от земных благ и противоположное в нем есть. То есть, куда он вас направит и куда захочет. Не забывайте, что он еще и покровитель воров. Дар Марокко у него очень силен. Какие у него еще символы? Петух, как символ чести. Павлин. Который даже как-то считается его воплощением. Но они считают, что павлин – благородство и бесстрашие. Но, в принципе, павлин – это также оттенок смерти. Павлин, которое очень много на войне. И богатство, и крайнего благополучия, и исполнение желаний павлин. Лотос – его цветок. Но он как высшее знание. Меч. Копье, которое источает свет. Булава и диск, который рассекает врагов. Также он считается под золотым зонтиком. Под золотым зонтиком удачи. Зонтик – это еще защита. Золотой зонтик – это очень хорошая защита. То есть он может дать защиту вам. Очень-очень сильную. То есть переходим к смыслу, что он вам может дать. Лотосов у нас нет, если только вы не живете. В том месте, где есть лотосы. Их прекрасно заменяет лилия. Самые обычные также и водяные. Если это его символ, то это лилия. Его цветок, изысканный ароматом. Розу он очень любит. И как все боги Индии, он любит все цветы. Вообще основное подношение в индийских храмах, как у нас свечи, у них цветы. Благовоние. Естественно. Самое лучшее благовоние – это цветы. Ладан курит вообще всех богам абсолютно. Усканда, кстати, друг Ганеша. Что совершенно точно подтверждает. Он же и бог бизнеса. Как любая война и любой вор, он не бывает без богатства. Иначе зачем туда ходить и воевать? Помимо истины, все есть еще воины и обогащение. Еще у него что? Он спорил долго с Индрой. Кто будет править. В итоге он уступил Индре место царя, а сам стал военачальником. Поэтому я еще раз говорю, он стратег. То есть вы можете обращаться к нему за верным решением. Он как бог Марокко. И как стратег он это совмещает великолепно. Потому что дар Марокко хорошему военачальнику тоже нужен. Он должен видеть, что обман, например, тот же неприятель предпринимает. И какую уловку ему применить, чтобы победить. То есть за верным решением к нему можно обращаться. За детьми, чтобы сохранил вашего ребенка на войне. Чтобы сохранил вашего ребенка от любой катастрофы. Если он бог войны, это тот же Марс. И еще раз мы говорим о Ганеша. Я добавлю. Ганеша считают очень добрым. Таким мягким и отзывчивым. Ганеша бог бизнеса. Вы видели таких бизнесменов? Очень искаженное представление. Так вот они деловые партнеры. Помимо того, что друзей. И в бизнесе тоже. То есть по бизнесу, по доходам. Внезапно к нему можно обращаться. Особенно если вы решительная личность. Но это не пассивный доход. Сканда слишком активный. Это такой реальный, где вы будете зарабатывать. Очень хорошо для скорпионов. Для овнов. И вообще для просто решительных людей. В этом смысле он больше такой подмужской характер. Неважно какого пола подходит. Его энергии. Но впрочем, как энергии бизнеса. Они такие мужские. Это же Марс. Правда, Плутон. Он такой женской энергией окрашен. Но Аид это он. Но у него такие мягкие энергии. Он тоже бизнес. Как и Арес. А вот Арес. Сканды и Ганеши. Они с таким Марсом чистым связаны. Но у Ганеши тоже есть Плутон. Поэтому многие считают, что он мягкий. Это такая же мягкость, как у Аида. Она обманчивая. Но это другой раз. Я расскажу про Ганешу. Какой он на самом деле. Скандо воин. Он не терпит лжи, обмана. Говорите прямо, без всяких там, скажем, эмоциональных особых опусов. Говорите прямо, что вы хотите от него, что вам нужно. Излагайте обстоятельства. Он может вас защитить. Обязательно обращайтесь к нему, если ваш ребенок или вы сами. В опасном путешествии, в опасном зоне, не дай Бог, еще на войне. Оказался или чтобы не оказался. Чтобы ваше имущество не ограбили. Кому как не правитель воров, вас от них избавить. За сохраном своего дома и имущества. Обязательно к нему надо обращаться и просить его. Он отзывчивый. Ну, впрочем, как все Боги. Кому как. Я не могу дать гаранции у него, конечно. К чему вы, на что вы можете обращаться? На символ павлина. Прежде всего, это его ездовое животное считать. Ну, это условно. Они все ездят на коне. Все любят коня. Почему я часто использую символ коня? Можете его везде использовать. Все Боги любят лошадей. Все на них ездят. Сто процентов. Потому что они на мышах ездят. На павлинах это религиозное. Но павлин его символ. Это точно. На богатый красочный алтарь можете. На цветочную клумбу. На золотые листья. На красивые моменты природы. Он любит равный яркий свет, огонь и ночную тьму. Как у бог воров он не может не любить ночную тьму. Особенно ночи без луны. Ему нравится. Потом, если вы хотите ночью зажигаете, можете свечу. Или что-то блестящее. Ну, такое. Он именно любит темноту. Можете обращаться в полной темноте. Ну, так, чтобы вы чуть-чуть что-то видели там. Микро. Откуда-то идет от свет. Есть многие квартиры, где всегда горят фонари. Туда попадают. Не бывает темно. Есть. Но найдете, в общем. Там и не надо вам никакой свечи. Но уложите тогда богато разложенный алтарь. Какую-нибудь свою бижутерию или золотой. Что-то такое яркое и блестящее. Или живые цветы. Зимой можете живые ветки. Можете ладан закурить. Ладан любит все. Как и сигару. И, конечно, он, как все мужчины, любит спиртное. Это беспроигрышный вариант. И вот попросить, чтобы он защитил вашего ребенка. Вас в правом деле. Или если вы хотите избежать там ответственности за что-то. Все к его дару морока. Это тоже он от вас может отвести. Неважно, правы вы или не правы. Потому что эти законы меняются вовсю. Когда-то там за измену мужа женщину убивали. Во многих странах до сих пор. В Турции смертная казнь за измену. Так что это все земные законы. Это земные законы. Есть небесные законы. И они совсем другие. Так что обращайтесь к нему смело. Вот такая первая часть. И на этом я закончу. Так много наговорила. И продолжим потом во второй части. На втором. Спасибо. Спасибо. Спасибо.